Всем приветик! Рада видеть на своем канале! Поздравляю вас с наступившимся в 2023 году годом черного кролика! Вот таких вот веселеньких кроликов я делала в этом году. Вот такую малышку маленького, шарик, сделала только себе на елочку, правда. А вот расходились у меня большие кролики. Ну тоже такие же мягонькие, пушистенькие, нежненькие. Кому такая идея понравилась, ждите, скоро будет мастер-класс. Я покажу, как его крутила. Может быть, кому-нибудь и пригодится. А также в этом году я делала вот таких снежных ангелов. Миленький снежный ангел подарит счастье любому в 2023 году. Также делала короны и многое другое интересное. Но сегодня мы ничего делать не будем. На этом обзор пока закончился. А хочу вам поделиться вот такой вот билибердушкой. Я приобрела, сейчас скажу, как он называется, кухонный диспенсер. Или диспенсер. Кто какое наклонение скажет, так оно и будет. На канале у Марины Калейдоскоп был обзор вот такой штучки. Ну и мне же, как обезьяне, тоже надо. Ой, как хочу, аж не могу. Так я и сделала. Приобрела себе вот такую вот штучку. Посмотрела, отзывы почитала. Ну и выбрала такую, более такое, видимо, покачественнее немножечко. Он где-то 400 рублей обошелся мне. На Валберес. И вот сейчас объясню принцип его работы. Я так понимаю, что это обыкновенная помпа, как и в бутылке. Вкладывается. И если на него нажимать, она будет работать. То бишь поднимать жидкость. Вот начинается, получается, снизу. Для этого добавляем жидкость. Используем любую, кому какая нравится. Я буду использовать то, к чему я привыкла. Наливаем бутылочку жидкости. Вот так как у меня жидкость концентрата, я все время его развожу водой. Я много добавлять не буду. Потом еще, наверное, добавлю воды. Но почему-то вниз она у меня не стекает. Возможно, делаю что-нибудь, как всегда, как не так. Ну ладно, не так, переделаем. Далее устанавливаем емкость. Ага, и она у меня будет, получается, в эту губку. Губка, кстати, шла в наборе впитываться. Не, в моей ситуации не пойдет. Такое дело. Посмотрим внимательно. Что-то я, наверное, как всегда не так сделала. Конечно, губка сухая абсолютно. Может сильнее придавить. Ага, сейчас как брызнет. Мало не покажется. Нет, что-то не то. Наверное, может, другой стороной поправить просто. Поворачиваем другой стороной. Вот почему же я никогда не читаю инструкции. Я всегда же делаю все. Ой, нет, булькает. Значит, просто, наверное... Но все равно вниз ничего не идет. Значит, все-таки это... Наташечка, Наташечка. Значит, все-таки я сделала, как всегда, что-то не так. Так, сначала все-таки, наверное, надо было это все открыть, потом залить вот это вот моющее средство. В моем случае это Дишдропс. А потом долить водой, развести и так далее. Ладно, я сейчас попробую сделать это все по-другому. Ну вот, в результате я все перелила в бутылочку. Как обычно, буду пользоваться моющим средством. И, наконец-то, сообразила, что все-таки вот эта помпочка, она снимается. И жидкость должна налиться вовнутрь. Но я так понимаю, жидкость должна быть уже концентрированная. Поэтому я уже буду подготовленный раствор сюда заливать. Век живи, век учись. А еще лучше, прежде чем что-то делать, внимательно почитай инструкцию, ну или хотя бы посмотри видео, когда тебе уже человек научил, прежде чем самому что-то придумывать. Так, нужно. Достаточно. Далее. Здесь у меня еще маленькая жидкость эта есть. Соберу на губку. Хуже не будет, это точно. А теперь закручиваю помпу. Все намного проще, чем нежели я все это придумала. Далее закрываем. И смотрим, что у нас получается. Вау! Брызгает. Все как положено. Кладываем губочку. И гулькаем. Замурчательно. Правда, муркина? Все, покачали, покачали, покачали. Все, у меня губочка вся готова. Вот единственное, я не знаю, где с дропсом пройдет такой вариант. Потому что на кислороде он быстро растворяется. Будет оно держаться или нет долго? Ну, время покажет. Ну, принцип получился. Покупочка я поделилась с вами. Подписывайтесь на мой канал и смотрите. Особенно, если что-нибудь такое губа и шибутное. Интересное и необычное. Так это вам ко мне. Пока-пока. С вами была Наташа.